Слава Украине! Привет всем от Полонского! Россия сейчас пошла вкладывать огромные деньги в дискредитацию Украины, причем это дело идет как через зарубежную прессу, так и через попытки вброса в украинскую прессу, в украинские средства массовой информации, в первую очередь телеграм-каналы, потому что на сегодняшний день телеграм, как говорится, да, уделал всех с кисточкой. Да, так вот, вот о чем идет речь. Смотрите, они начали раскручивать сейчас тему якобы выборов в Украине, которых во время военного положения нет и, конечно же, быть не может. А смысл в том, чтобы распалить какие-то предвыборные страсти, вспомнить, что Порошенко лучше Зеленского, Зеленский лучше Порошенко, Кличко лучше Порошенко и Зеленского, а Юля Тимошенко уже лучше всех остальных вместе взятых, а Ермак вообще такой серый кардинал, который плетет над всеми вот эти вот самые ужасные интриги и сейчас всех заермачит. Вот в этом, собственно говоря, смысл. Ну а Залужный, конечно же, и самое главное, это противопоставление Залужного Зеленскому, Зеленского Залужным. То есть, вот вся русня сейчас занята следующим, вот, как говорится, поссорит Зеленского Залужным. Вся Россия над этим сейчас работает, вся пропаганда на это направлена. Ну и параллельно, я же говорю, втянуть всех вот вышеописанных мною людей туда же, да, дабы каким-то образом снова поднять волну противостояния. Вы прекрасно помните, да, как вот эти мерзкие ролики, как там Зеленского сбивал грузовик, помните, перед выборами тоже. Я-то уверен, что это русня тоже делала. Вот, то есть, смысл в том, чтобы расколоть украинское общество. Это раз. Второе, когда вот подобная, подобная, так сказать, информация, если ее можно так назвать, идет за границей. Вот я видел, кстати, в израильской прессе подобные вещи. Ну, понятно, что это платная реклама, на нее там никто не обращает внимания, но и они ее вбрасывают туда бездумно, то есть, на 99.9% публики это не оказывает никакого влияния. Ее смотрят только те, кто любят Путина, но они и там есть, и там есть, и в Германии есть, например. Вот. Но, тем не менее, они свои деньги списывают, и они считают, что эта реклама каким-то образом работает. В смысле, я же говорю, на Западе показать, что в Украине началась борьба за власть, им уже наплевать на страну, мол, украинцам, они начали грызню за власть. А в Украине все. В Украине они при помощи, так скажем так, местной агентуры, либо же полезных идиотов, во время войны начинают вот это вот, да, а кто у нас будет президентом, Залужный или Зеленский, да. Ну, я после, только вот после таких вот, да, моментов Залужный или Зеленский, я, у меня сразу человек улетает в бан в течение одной секунды, только я это увидел, значит, сразу же туда же, да. Вот. Я не собираюсь, кстати, на канале делить каким-то образом украинскую власть. Вот закончится война, начнутся опять партии, все вспомнят, кто за кого голосовал, чем плохо этот и чем плохо вот тот, а этот хорош наоборот или этот. Но пока война за подобные вещи, лично я баню в тот же, не то, что в тот же день, секунду, увидел, бан. Вот. Ну, а расисты работают над этим, расисты работают, просто вот как бы предупреждаю, чтобы не велись на расистскую всякую эту лабуду и туфту, потому что никаких выборов, никакой политической борьбы и никакой подобной туфты до конца войны нет и быть не может. Точка.